Добрый день! Сегодня мы будем лепить вот такие вот нежные тюльпанчики. Лепить мы их будем из глины Modern Clay, предварительно замешав немножко белило-цинковые. Для того, чтобы начали лепку, нужно подготовить нам основу для этого бутона, то есть пенопластовый шарик, одетый на проволоку. Такие шарики продаются в магазинах для творчества набором. Далее нам нужен будет каттер. Каттеры у меня самодельные из углозащитной ленты. Также нам нужен будет вайнер, то есть фактура лепестка, тюльпана и стек. Так приступим. Будем мы лепить из неокрашенной глины, потом мы будем добавлять цвет путем тонирования уже готового цветка. Берем небольшой кусочек глины и раскатываем в пастомашине. Я раскатываю обычно в файлах, это очень удобно, глина не липнет к нему, получается вот такой вот хороший пласт. Теперь нам нужно сделать три лепестка чуть-чуть поменьше и три лепестка побольше, естественно. Так и вот так. Снимаем лишнюю глину. Заворачиваем в пленочку и теперь нам нужно немножечко истончить края лепестков. Для этого мы снимаем лепестки. Если глина очень свежая, ее нужно немножечко подсушить. В данном случае у меня бумажное полотенце, которое очень хорошо впитывает влагу глины, тем самым ее подсушивая. зачищаем, как нужно. Так. И немножечко истончаем края. Для этого снова вложим файл, который мы раскатывали. Файл у меня уже старый. Поэтому на сколько старый, что ничего уже не липнет. Я с легкостью могу раскатать и свежую глину. Вот так вот. Немножечко истончаем. Даем немножко-немножко просохнуть на полотенце, пока мы делаем следующие лепестки. Поверхность протираем, потому что работая с белой глиной, это вообще нужно себя вести очень аккуратно, в том плане, что на нее цепляется все что угодно. И нам необходимо сделать еще три лепесточка, но чуть-чуть побольше, чтобы вот три, которые мы сделали сейчас, были внутри и три будут снаружи. То есть чуть-чуть будут выступать. Для этого мы снова прокатываем паста машины. И здесь уже на полную, вот с вот этим вот хвостиком, так сказать, делаем вырубку лепестка. Раз. Два. И последний, третий лепесточек. Вот клина снимается ненужная. Здесь можно даже чуть-чуть подрезать вот эти хвостики. Выбираем все в пленочку. Точно так слегка истончаем край. Закладываем в пленку. Вот этим вот я прижимаю немножко пальчиком, потому что когда катером обрезаешь из самодельных катеров, здесь немножко в покупных, то есть стачивается чуть-чуть край. Режет острее что ли. Вот, поэтому здесь немножечко вот, если видно, вот такие вот заусенечки, мы их прижимаем и это абсолютно не влияет в дальнейшем на качество лепестка, на всю его красоту. Так, это мы счищаем. И точно так мы прокатываем слегка. Здесь не трогаем, а вот здесь вот край немножечко так истончаем. Вот так. Все. Ложим их к первым нашим лепесткам, на полотенце поможное. И далее нам нужно сделать фактуру. Начинаем с лепестков покороче которые у нас. Закладываем вайнер. И прижимаем. Вот здесь видите, мы слегка сделали лепесток больше, нежели сама форма вайнера. Для этого нам нужны будут ножницы, которыми можно просто это все лишнее обрезать. Вот и все. Следующий лепесток. Можно сразу отфактурить все шесть. Давайте так и сделаем. Видите, лепестки внешние. Вот то, что идет загиб, это очень даже хорошо. Мы его потом будем специально делать стеком, закручивание такое. Сюда и последний лепесток. Теперь нам нужно с помощью стека, можно воспользоваться зубочисткой. Мы берем и закручиваем лепестки наши практически на острый угол. Практически закручиваем вот в трубочку. И вытягиваем слегка вот здесь. У нас получилась вот такая вот форма нераскрывшегося лепестка. Сюда и сюда. Вытягиваем немножечко основание. И снова. Все то же самое со всеми шестью лепестками мы проделываем. Теперь мы берем нашу основу. И с помощью клея. У меня клей ПВА. Вот такой вот клей. Замечательно склеивает. Рекомендую чаще всего латексный клей. В принципе есть и в нем преимущество. Он тоже очень хороший. Но у меня как-то не сложилось с ним. Так. И приклеиваем на нашу основу. Как бы обнимая этот шар. И выводя первый лепесток чуть-чуть вот в таком положении и закручиваем. То есть нам нужно будет внешне скрыть основу. Чтобы ее не было видно. Можно даже слегка вот очень даже закрутить. Теперь нам нужно приклеить остальные лепестки. и которые покороче. Так. Сюда. Здесь прижимаем хорошенько. Перейдем к тонировке. Вот этот бутон я слепила вчера. Вот смотрите. Как сохраняет глина свою гибкость. Вот лепесточки можно помять. Вот этот лепесток. Точнее бутон. Мы слепили вот часа два назад. То есть он еще очень мягкий. Его тонировать еще рановато. Будем тонировать вчерашний. Здесь вот у основания бутона мы пройдемся пастелью. Смешиваю пастель желтую и зеленую. У меня вот такая вот пастель. На салфеточке я смешала желтую и зеленую пастель. Набираем кисточкой. И слегка-слегка тонируем само основание. Наносим пастель и пальчиками можно вот так вот ее растереть. На внутреннее. Кстати можно сначала наносить на внутреннее. Еще не приклеиваю. То есть пастель на сырую глину ложится достаточно хорошо. Лучше не растирать ее по всему лепестку, а тонировать именно основание. Так как этот цвет потом у нас в дальнейшем будет переходить в стебель. У нас ведь еще не распустившиеся бутоны тюльпана. Поэтому вот так вот пальчиками можно растереть пастель. Я думаю достаточно этого. Больше нам пастель не понадобится. Ее нужно будет убрать. И мы с вами перейдем к тонированию масляной краской. Не так давно я купила себе масляную краску кобальт фиолетовый светлый. Фирма Мастер Класс. Кстати именно фирма Мастер Класс я очень довольна. Есть конечно дорогие, более дорогие краски Тавин Тон. Очень качественные. У них там и расход идет намного меньше. Но пока я довольна Мастер Классом. Берем кисточку. И здесь можно даже... Обычно я пользуюсь разбавителем. Кстати сейчас покажу разбавитель. Он абсолютно без запаха. Очень хороший. Мне нравится. Берем кисточку. Выдавливаем сюда. Здесь мы... Для чего мы делаем на салфетку? Чтобы убрать излишнее масло. Набираем чуть-чуть. Буквально тонировка идет практически сухой кистью. Мы тонируем вершину и бока. Сейчас я наверное возьму другую кисточку. И вот так вот края лепесточка. Далее выделяем вот эту вот центральную прожилку. И снова по краю. И опять таки можно вот с помощью пальчиков. Это все растереть. Здесь вот у фактуры тюльпана есть небольшие такие полосочки, бороздки, которые можно выделить, подчеркнуть. То есть это именно фактура тюльпана. Она имеет такие вот прожилочки. Мы наносим по середине. Выделяем вот эту вот центральную прожилку. И от боку наносим краску на край лепестка и вытягиваем ее к середине. То есть вот таким вот образом. Здесь, к сожалению, невозможно почему-то склеился лепесток. Здесь вот они ходят, то есть можно будет подобраться. А там уже, наверное, вряд ли. Так как лепесток склеился достаточно прочно. Хотя дополнительно клей я не наносила туда. Это склеивается именно вот глина в сыром состоянии, когда она. То есть здесь задача получить очень легкую такую окраску неяркую. Хотя, возможно, по желанию и более яркие бутоны делать. Но это можно замешать уже тогда не белую глину, а именно уже при лепке. Добавить определенный цвет, какой вы хотите, чтобы у вас были тюльпаны. И потом путем тонирования подчеркнуть этот цвет. Также не забываем, что внутри. Немножко мы проходим все то же самое растушевывая к самому низу. Выделяем нашу прожилку. И от края путем растушевывания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Задача... Свести к нету. То есть... Чтобы не было перехода... От краски в краски. И нежное тонирование. Также проходимся внутри. 3 выделяем прожилочки растягивая краску по лепестку не забываем, что у нас здесь завернулся лепесток также тонируем внутренние лепестки тем же самым способом но мне кажется внутренние должны быть хотя напишите мне как вы считаете правильно тонировать именно поярче внутренние лепестки они все-таки внешние мне почему-то кажется что внутренние должны быть более насыщены хотя могу и ошибаться все-таки что я буду делать все-таки Продолжение следует... Продолжение следует... У меня еще не тонированные два. Обрезаем. В данном случае, в случае этих бутонов, мне хочется сделать их небольшие по высоте. Поэтому я сейчас обрежу примерно, чтобы они были одинаковые. Продолжение следует... Продолжение следует... Примерно здесь, потому что я думаю, что даже в природе нет ровных таких цветов стеблей. Так, у нас здесь проволока имеет очень гладкую поверхность. Нам нужно ее немножечко сделать шершавой, чтобы легче было наносить глину. Для этого мы используем тейп-ленту. Я думаю, что тейп-лента многим знакома. Все знают, что это такое. Немножко растягиваем ее. И тейпируем стебель. Здесь более предпочтительный белый цвет. Вообще, тейп-лента в основном зеленая, конечно. Ну, она-то бывает разных цветов. Но здесь предпочтительная именно белая. Из-за того, что стебель у нас такой будет слегка как прозрачный, белый. То есть зеленая здесь, лишняя зелень нам не нужна. Тюльпан-то ведь весенний цветок, нежный. Поэтому, вот и все. Теперь нам понадобится глина зеленая. У меня здесь два цвета. То есть более светлый и более темный. Это все глина с путем замешивания краски травяная зеленая. Здесь совсем чуть-чуть, потому что после высыхания, глина немножечко темнеет. То есть вот такого цвета она не будет. Сюда даже можно добавить немножечко капелюшечку совсем желтой краски, чтобы вот такую вот весеннюю зелень получить. Берем кусочек глины. Наносим немножечко клея ПВА на сам стебель. Кстати, хотела вам показать, вот именно вот эти заготовочки, которые клеятся на проволоку, я фиксирую вот таким вот клеем. Потому что, как известно, супер-клей нам не подойдет, потому что он растворит пластмассу, из которой сделан сам шарик пенопластовый. Ой, пластмасса. Пенопласт. Наносим слегка по всей поверхности. Раскатываем такую колбаску, что ли. И сверху, вот здесь вот, прижимаем к основанию бутона и начинаем растягивать по всей длине стебля. Стебли. Вот. Как бы накатываем и вытягиваем вниз-вниз-вниз идем. Неровности пусть вас не пугают. У нас будет гладкий очень стебель. Здесь снимаем глинку. И чуть-чуть длиннее проволочки, чтобы потом при высыхании у нас не вышла проволока. Вот так вот. Я потом затонирую, у нас будут одинаковые по цвету бутоны. Теперь берем водичку и пальчиками замываем. Можно это делать кисточкой. Мне больше нравится именно работать пальцами. Более я привыкла к этому. Вот здесь вот главное у нас этот стебель, скажем так, затянуть прямо на бутон, чтобы не было перехода. Вот здесь у нас, видите? Чтобы не было практически виден стык, переход. То есть именно вот свойства тюльпана, у него нет никаких натяжелистников, ничего. Цветок идет практически со ствола, скажем так. И теперь просто вот разравниваете мокрыми пальцами, добиваясь гладкости. Намачиваем пальчики и растягиваем по всему стеблю. Смотрим, чтобы не было никаких заломов. Здесь вот такой вот имитируем срез. Мы уже срезали тюльпанчик. Поэтому имитируем срез. Стараемся, чтобы по всей длине у нас была одинаковая толщина. У нас, конечно, будет здесь еще зеленый лист. Вот почему изделия из полимерной глины, сам отвердевающий, не любят влаги, потому что они, скажем так, размягчаются немножко. И зеленый лист у нас делается очень просто. Без каких-либо каттеров, вайнеров. Хотя я думаю, что он в настоящем цветке есть. Легенькие-легенькие такие прожилочки на листе, на зеленом. Но в данном случае, я думаю, это не столь критично. Вот у нас получился такой вот гладенький стебель. Потом он немножко еще подсохнет. Усадка будет небольшая. То есть нам главное вот здесь вот стык. Потом, видите, вот здесь я сняла практически тонировку по стелью. Потом дополнительно еще мы пройдемся. Не будет видно всего этого. Сушить вот головкой вниз. И чем-то зафиксировали. То есть здесь-то мы можем, не боясь. И вот так вот. Иногда бывает, что они и сами стоят. Но нужно, наверное, чем-то сделать фиксацию. И пусть наш стебель высыхает. А мы сделаем зеленый листочек. Так, для этого мы берем глину. Потемнее цветом. Примерно вот такой кусочек. Тоже можно чуть меньше, потому что мы сейчас ее раскатаем. Немножко влажные пальцы. Если у вас глина липнет, совсем чуть-чуть. Крем на руки. Теперь формируем вот такой шарик. А дальше вытягиваем вот такой треугольничек. И в таком виде раскатываем в паста-машине. То есть отсюда и вверх будем вытягивать. Вот, заложили. И в паста-машину. Можно это раскатать скалкой. Вот такой вот лист у нас получился после раскатки. Мы его вынимаем. Можно немножечко дать подсохнуть на салфетке. Чуть-чуть. Чтобы не было слипания глины. Здесь можно чуть-чуть вытянуть вниз. Ну, ну, в принципе. Вот такой вот изгиб. На листочке делаем. Можно даже слегка так вытягивать. Вот таким образом. Здесь наносим клей. Совсем вот капельку. Приклеиваем к нашему цветочку. Загибая сюда. Как бы оборачивая стебель. И сюда. Вот этот стык мы замываем водичкой. Делаем его практически один в один со стеблем. Вот в таком виде мы его сушим. Можно сюда немножко фольги подложить. Главное не бумагу, а именно фольгу, чтобы она помаленькую. Чтобы, во-первых, он не прилип к цветку. А во-вторых, имел вот такую легкую фольгу, на которой он. Все. И в таком виде мы сушим. Получаем вот такие вот тюльпанчики. Всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, следующие мои видео будут более качественные. Всем удачи в лепке. До скорых встреч. До новых встреч.